Пока Иванов коротает время в СИЗО, его история продолжает обрастать интересными подробностями. И если в сети информации хоть отбавляй, то на официальном уровне все достаточно сухо. В этом видео мы расскажем несколько интересных деталей, а также о том, как отреагировали на ситуацию с Ивановым в Кремле. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте про лайк. А мы начинаем. Сейчас все обсуждают, из-за чего конкретно за Иванова взялись по полной. Версий на этот счет предостаточно. Сторонники теории заговора утверждают, что все дело в так называемой войне башен. А кто-то уверен, что замминистра чем-то насолил генералу ФСБ. А кто-то обвиняет его супругу Светлану Захарову. Мол, это она уговаривала Иванова устраивать воровство в таких масштабах. При этом судьба Захаровой пока неизвестна. Сегодня она старается любыми способами избежать ответственности. И делает вид, что вся эта история ее вообще никак не касается. Тем не менее, авторитетные источники утверждают, что рука правосудия обязательно дотянется и до нее. Так как есть уйма фактов полагать, что их развод с Ивановым фиктивный. Однако, в некоторых кругах бытует совсем другая версия. Причем довольно банальная. Тимур Иванов погорел на своей чрезмерной любви к элитной недвижимости. Утверждается, что до поры до времени на шалости генерала все смотрели сквозь пальцы. Но любит человек жить на широкую ногу. Но так это в кругах, где вращался генерал. Не считается чем-то из ряда вон выходящим. Скорее напротив. Будешь жить через тюр скромно, еще упасть и бог заподозрят в честности и бескорыстности. Но судя по всему, Иванов переступил ту грань, которую переступать нельзя. Когда стоимость недвижимости чиновника перевалила за 3 миллиарда рублей, нервы наверху не выдержали. Мы уверены, что вы помните, как в первые дни задержания СМИ активно освещали шикарный московский особняк из «Мастера и Маргариты». Вот он, этот объект элитной недвижимости. Так вот, на днях стали всплывать такие объекты, по сравнению с которыми Булгаковский дом – это какая-то комнатушка в общежитии. Вот, например, усадьба на берегу Волги в Тверской области, площадью 8 гектаров, стоимость которой оценивается в районе 2 миллиардов рублей. На территории имеется огромный парк, на цокольном этаже два продуктовых и четыре мебельных склада. На первом этаже шикарная гостиная и большая столовая. На втором этаже расположены царская спальня, ванная, несколько гардеробных и еще много чего интересного. Всего в доме 8 спален, чтобы была возможность принять много дорогих гостей, к которым мы вернемся чуть позже. В общем, все сделано в стиле дорого-богато. Крупный телеграм-канал Маш сообщает, что земля для этого объекта была куплена еще в 2019 году, связанная с Ивановым фирмой, которую учредил близкий друг Иванова Сергей Бородин. А чтобы все было шито-крыто и никто не подкопался, два друга не только скупили все участки в округе, но и изменили генплан, после чего прибережную зону реки можно было застраивать. Сколько за землю заплатили Иванов и Бородин, неизвестно, но сейчас по оценкам риэлторов она стоит 200 миллионов рублей. На территории также имеется вертолетная площадка, а также высоченный забор, чтобы никто ничего не видел. Но это еще далеко не все. Вот еще один любопытный объект. Этот шикарный особняк находится на Рублевке, и именно там и жил на постоянной основе уже бывший заместитель министра. Объект расположен на территории коттеджевого поселка Раздоры-2. Как и в Тверской области, вся территория обнесена высоким забором, а вокруг всюду можно увидеть охрану. При этом в доме три этажа, четыре спальни, просторная терраса, шикарный кинотеатр, камин и пять ванных комнат. Думаем, дальше перечислять незачем, все и так понятно, что к чему. Тимур Иванов всем сердцем любил шикарно проводить время, а в его компании нередким гостем был и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодня в сети предостаточно фотографий, где можно видеть семью Пескова и Иванова вместе. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уже поспешил заверить, что ничего не слышал о доме на Рублевке, который якобы находится в собственности у бывшего замминистра обороны. Об этом Песков заявил во время общения с журналистами. В общем, нового ничего. Все та же официальная версия и официальное заявление. Разумеется, мы все верим словам Дмитрия Сергеевича. Как же иначе? Откуда ему действительно было знать о собственности какого-то там генерала? А фотографии, которые гуляют по интернету, видимо, сделаны злыми завистниками. Думаем, эти объекты Иванова на 3 миллиарда рублей – это всего лишь верхушка айсберга. Да и вообще, что ни день, то новые подробности, затмевающие собою все предыдущие по масштабу. А самое любопытное, что сам Иванов всячески отвергает причастность к получению взятки и выражает полную готовность дать развернутое показание, чтобы свою невиновность доказать. Об этом в пятницу сообщил ТАСС, ссылаясь на свои источники. Видимо, деньги ему подкинули, дома купили и насильно запихали туда всю семью вместе с путевками в Сан-Тропе и дорогими машинами. Что ж, чем дальше, чем интереснее. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте про лайк. До скорой встречи!